Привет, привет! Я собралась идти в магазин, нарядилась. Вот покажу, какие у меня получились волосы после маски. Ну, так особо не заметно, но мне кажется, что они все-таки стали у меня такие более мягкие. Может быть, мне, конечно, так кажется. Я собралась идти в роз сегодня. Не просто так, а с целью. У меня есть вот картина, которую я сама вышивала. На вышивку этой картины у меня ушло около месяца, наверное. И вот так она у меня здесь висит тряпочкой на стене. Рамку я не могу покупать нормальную, стационарную, большую, потому что, как я уже говорила, мне скоро уезжать отсюда, и я не могу тащить с собой никакие вещи. И я решила пойти в роз и присмотреть там какой-нибудь временный, какой-то временный вариант, какую-то рамку, чтобы натянуть и повесить эту картину вот на время. Я померила. У меня получилось, что в ширину я могу взять рамку от 14 до 16 дюймов, а в длину от 12 до 14 дюймов, а в длину от 16 до 18 дюймов. Я подхожу к магазину роз. Я просто включила камеру, чтобы показать вам вот этот райончик, куда я дошла. Это буквально в пяти, может быть, семи минутах ходьбы от моего дома. Здесь же у нас на Вайкики. Я уже говорила, что роз это магазин, в котором можно все купить вдвое, втрое, а то и больше раз дешевле, чем в обычных магазинах и даже в фирменных магазинах. Сюда свозится товар отовсюду. И цены гораздо-гораздо ниже. Вот сейчас мы зайдем и посмотрим. Мне за моей рамкой надо идти на второй этаж, но я сейчас вот так очень-очень обзорно пройдусь по первому этажу. И здесь для парфюмерии, косметика, шляпы, сумки. Кстати, бывают очень неплохие фирменные сумки здесь. Платки. Тут два ряда сумок. Вот для интереса просто давайте посмотрим какую-нибудь, какую тут поприличнее сумку. Вот она стоила 98 долларов, а сейчас ее можно купить за 24,99. Вот это получается в 3-4 раза дешевле. Обувь. Я здесь маме покупала башмачки. К сожалению, они оказались большие. Вот я и брала десятку размер. Они стоили 79 долларов. Я их покупала за 14,99. Вот это опять десятка. У мамы золотая свадьба с папой 1 января. И у нее будет золотое платье. И я очень расстроилась, что башмачки ей большеватые. Вот сейчас посмотрю. Девятка. Восемь с половиной. Девять. Но девять, наверное, уже нет. Вот они есть. Да, вот эти были бы ей как раз девяточка. Но я уже, наверное, не успею их отправить. Сейчас я померю. Вот они мне чуть-чуть большеватые. Чуть-чуть. Маме они были бы как раз, наверное, вот эти. А может быть, не знаю. Мне они практически, но самую капельку большеватые. Так, я у нее спрошу сегодня. Может быть, мне есть смысл купить еще одни и отправить ей быстренько. Так, дальше что здесь? Здесь платья, футболки. Тоже, вот если посмотреть по ценам, вот это платьишко стоило 118 долларов. Теперь оно стоит 29,99. Это у нас, что за фирма? Кельвин Кляйн. Вот такой вот. Ну и так далее. Кофточки всякие разные, вязаные и летние шорты, брюки. Здесь с этой стороны вот сколько я прошла. Это все рядами, рядами 10 или даже больше рядов платьев. Так, здесь изменилось все. Что-то они здесь поменяли. Раньше здесь были купальники и нижнее белье. А вот они все переставили просто по-другому. Вот здесь плавочки, бюстгалтера. Вот он стоил 40 долларов. Теперь он стоит 12,99. Здесь еще на этом этаже, вот с той стороны, я уже не буду туда возвращаться. Там бижутерия, очки. Вот туда дальше, около кассы. И вот здесь пошли чемоданы. Я, кстати, мне нужен чемодан. Маленький у меня есть. Большой я не хочу. Хочу такого среднего размера. Вот такого, не большой и не маленький. Но этот лично мне не нравится, конкретный чемодан. Вот этот. Вот он стоил 180 долларов. Сейчас он стоит 59,99. Вот, кстати, такой неплохой чемоданчик. Ну и поехали на второй этаж. На втором этаже мужское и детское. Тоже мужская обувь, одежда и товары для дома. Вот как раз товары для дома я сейчас и хочу пойти. Я иду вот в эту сторону. Ну, здесь шторы, какие-то стулья, пуфики для дома. Все, ковры. Я уже не буду конкретно смотреть по ценам. Я думаю, что уже понятно, какой здесь принцип. Вот здесь рамки фотографические. Но мне нужны не они. Я смотрю что-то типа вот такого. Можно взять какую-то, например, готовую картину. Снять то, что на ней. Вот, вот что-то типа такого я смотрю. То есть мне нужно основание. Мне нужны вот эти вот деревянные. Или какие они, тот прессованный картон. Рамки, чтобы я сняла то, что здесь есть уже. И повешила свою вышитую картину. Главное найти подходящий размер. Я измерила сейчас вот эту рамку. Она чуть больше, чем мне нужна. Она 16 на 20 дюймов. Вот, так что пока я ее отложу. И посмотрю еще, что здесь есть. На крайний случай, конечно, можно взять и ее. Просто будет в моей картины больше свободного поля по краям. Здесь вот тоже можно посмотреть. Здесь вот такие тоже рамки. Я не знаю, это, наверное, для рисования. Вот тоже она такая же, как та. 16 на 20. Та рамка, кстати, стоила 9,99. Эта рамка стоит 5,99. И вот тоже она немножко большего размера. Ладно, я сейчас пройдусь до конца магазина уже. Вот тут идет покрывало, постельное. Покрывало тоже все, вот стоило 38, сейчас стоит 12,99. Очень мягкое такое, пушистое. Комплекты постельного белья. Полотенца, полотенца, что-то все для кухни, шторочки, для ванной комнаты. Вот сколько подушек. Здесь комплекты постельного белья. Тоже вот, например, комплект стоил 30, а теперь он стоит 14,99. Кстати, мне нравится вот этот комплект. Но ничего покупать я не буду, мне ничего не надо. И вот детская. Я не могу сейчас пройти мимо детского. В преддверии рождения малыша, внука. Вот такие, смотрите, башмачки. Вот они стоили... Так, они стоили 40 долларов, а сейчас они стоят 16,99. Ну такая прелесть, просто, просто игрушечная. Ай, вот какие ботиночки. Тоже стоили 36, сейчас 14,99. Замшевые, просто прелесть. Ладно, пошла я за рамкой. К сожалению, не подошла моя рамочка. Сверху, снизу очень хорошо. Вот ткань загибается, и вполне хватает запаса, чтобы подогнуть. Но с боков оказалось ткани мало. Вот не хватает буквально полтора сантиметрика, чтобы завернуть. И прижать эту ткань с боков. Ну и раз уже я включила камеру, расскажу я про эту картину. Это Design Tei Gouverneur. Картина называется Berry Sample, ягодные образцы ягод. Вышита на льне 40-го каунта, ниточками ДМС, крестиком в одну нить. Вышивалась с экрана монитора в программе Patent Maker по перенабору из интернета. Ну вот и все, на сегодня отключаюсь. Пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok